Хотите, я прочту письмо, которое он направил царю, да? Интересно вам или нет? Великому царю от Дмитрия, так как ты, царь, сделал распоряжение о пополнении своей библиотеки, еще не достающие сочинениями и разыскании случайно затерявшихся книг, я всеусердно докладываю тебе, что у нас, между прочим, не имеется книг по иудейскому законодательству. К тому же последние, писанные еврейским шрифтом и на чуждом нам языке, нам недоступны. Тебе, вероятно, было донесено о них не так точно, как бы тебе, царю, следовало знать о том, а между тем необходимо, чтобы и они тебе были известны, ибо изложенное в них законодательство, как исходящее от самого Бога, свидетельствует о значительной мудрости и возвышенности иудейского учения. В силу того же соображения, как замечает Ге Катей из Абдеры, не упоминают о нем ни поэты, ни историки, ни те, кто сообразно ему правил государством. Ведь законодательство — это священно, и не должно профанироваться нечистыми устами. Поэтому, царь, если пожелаешь, напиши иудейскому первосвященнику, чтобы он прислал тебе по шести самых опытных законах старцев из каждого колена, дабы мы могли от этих людей узнать точное и полное содержание тех книг, и, получив от них верный перевод, достойным образом исполнить твое в этом деле желание. Вот он отправил такое письмо, и в результате он получил результат в том отношении, что и не только он получил результат, знаете, но интересно то, что в результате этого иудеи, проживающие во всех местах, да, получили от этого тоже хороший результат, потому что они смогли читать Писание на языке, который им был понятен, на греческом языке. Интересно, что Птолемей еще сделал очень важное дело тоже. Он отпустил из рабства всех иудеев, которые находились в Египте. И это было где-то примерно 120 тысяч человек. Он оказался очень как-то таким расположенным к евреям. И причем, знаете, интересно, что люди, которые были при нем, которые служили при нем, они были именно расположены к еврейскому народу, и они просили о еврейском народе. Царю пришлось заплатить 400 талантов для того, чтобы евреи были отпущены, как бы выкупы дать за них. Птолемей заплатил 400 талантов. Птолемей платил 400 талантов царем? Ну, в данном случае, Птолемей я называю царем, в том плане, потому что он был правителем. Может, ну, правитель Птолемей заплатил 400 талантов, чтобы выкупить евреев, которые находились в Египте в рабстве. Каждый талант 16 килограмм, да? То есть это солидная сумма очень. Это очень солидная сумма. То есть это мог быть, например, доход страны какой-либо. Ну, за год, например. Ну, не каждой страны, но какой-то страны, допустим. После Птолемеев, То есть, так будет правильнее сказать, что Израиль, он попадает под правление, после Птолемеев, под правление Селевка. И называется правление Селевкидов. И вот это правление, оно было уже таким, знаете, еленистическим правлением. Оно происходило от 198 года по 167 год, до Рождества Христова. Еще раз. Селевкид. То есть правление Селевкидов. 198 год, 167. Значит, в 198 году не только Израиль, но и Сирия попадает под правление Селевка. И происходят очень серьезные изменения в жизни Израиля в этот момент. То есть, до этого момента мы помним, да, что при правлении Птолемеев, да, по отношению к Израилю было достаточно очень положительное такое существование, да, то есть свобода вероисповедания, свобода жизни, достаточно неплохая жизнь, несмотря на то, что они были под властью их, но они все равно жили достаточно нормально. Теперь нету такой благосклонности по отношению к ним. Постепенно внедряется еленизм, и он все, знаете, как накатывается, накатывается на страну, и все больше распространяется в самой стране. Также налоги с каждым разом повышаются все больше и больше. В этот период времени земля, которой общепринято называть, я сказал, мне это не нравится, название Палестиной, да, вот, она разделяется на пять областей. Значит, Иудея, Самария, Галилея, Пирия и Траханит. Иудея, Самария, Галилея, Пирия и Траханит. Иудея, Самария, Галилея, Пирия, Пирия и Траханит. Иудея, Самария, Галилея, Пирия и Траханит. Значит, пришло время правления Антиоха IV, которого мы знаем под именем каким? Антиох, Эпифан, да. Наверное, это часть истории, которая более известна всем, да? Ну, во всяком случае, мессианское общение, наверное, известно точно. Это часть истории. Значит, Антиох IV, или Эпифан, он был восьмым селевкидским царем, и правил он 11 лет, 175-го года по 163-й год. 175-й по 163-й год. 11 лет. Ну, что можно сказать об этом царе и его правлении? Он был очень недоброжелательный царь в отношении Израиля. Недоброжелательный, да. Он был очень недоброжелательный царь в отношении Израиля. При нем постоянно увеличивались налоги и платежи Риму. И он всячески способствовал тому, чтобы еленизм продвигался все дальше и дальше, и чтобы он больше захватывал нацию. Ну, наверное, вы помните, да, он принял личный титул Бога, да, Эпифан. Ну, хотел бы вас немножко послушать, как бы дать вам высказаться. Я думаю, что вы многое знаете из этой части, как бы. Может, вы расскажете немного что-то? А? Можно, да? А, есть там микрофон, есть, да, пожалуйста. Кто хочет об этой части истории Израиля поделиться, рассказать немножко? Никто не хочет? Никто ничего не помнит? Вот микрофон, передайте микрофон, передайте. Мария, простите, сейчас. Антиох, он запретил еврейские праздники, он запретил соблюдать шаббат, он запретил делать обрезания, то есть все то, что делало евреев, евреями, да, то есть он решил просто стереть эту культуру, уничтожить. То есть тот, кто не слушался его, он сильно очень преследовался, то есть это было под жестким контролем, за всеми евреями следили, чтобы они не исполняли ни шаббат, ни праздники, не приносили жертвоприношения в храме там, и он сделал так, что приносили жертвоприношения свинью, что было мерзостью, то есть он узнал, что свинья – это мерзость, это не кошерное животное, и решил, для того, чтобы досадить евреям, решил приносить свинью в жертву вместо того… Да, пожалуйста, еще Микрохадана, спасибо, все правильно. Просто к сведению, причем он сделал в храме, он поставил статую Зевса, и он именно приносили жертву, но чтобы вы знали, что Зевсу никогда не приносили свиньи, Зевсу приносили быков. И принести Зевсу свинью, это было сделано вот именно в этом плане, что оскорбить, потому что на самом деле это было даже нарушение своего, скажем, богослужения, потому что, ну, не приносили свиньи. И, кроме того, он постановил приносить жертвы себе, как живому божеству, и сам терпен, эпифан, он может переводиться как божественный, но его называют епифан, что означает безумный. Да, это хорошее, хорошее дополнение. Да, может кто-то еще хочет что-нибудь сказать? Хорошо. Ну, давайте тогда просто некоторые основные мысли запишем просто, да? Вот. Значит, я уже сказал, что он принял личный титул Бога, да, эпифан. Значит, он сделал алтарь, ну, жертвенника в Иерусалиме и посвятил его Зевсу. Значит, ежемесячные жертвоприношения, которые были 25-го числа, 25-го декабря, ну, примерно это декабрь месяц, мы знаем, да, ну, потому что хануку мы в результате празднуем, да, значит, в 167-м году, 25-го декабря. Жертвы были также приносимы в его честь. Далко, что ни у кого нету апокрифов, да? Хотя бы несколько просто мест из Писания, чтобы мы с вами прочитали. Давайте их запишем. Значит, это 1 Маковея 1,54 и 59. 1 Маковея 1,54-59 стих. 2 Маковея 6,1 стих и 7 стих. Сейчас я прочитаю. Маковея 2 Маковея 6, глава 1 и 7 стих. Так. Спасибо. Так, 1 Маковеев, 1 глава, 54 и 59. В 15 день Хаслева, 145 года, устроили на жертвенники мерзость, запустение. И в городах иудейских вокруг построили жертвенники. И 59-й. И в 25 день месяца, принося жертвы на жертвенники, который был над алтарем. Они, по данному повелению, убивали жен, обрезавшихся детей своих, а владельцев вешали за шеи их. Домы их расхищали и, совершавших над ними обрезание, убивали. И так же 2 Маковеев, 6, 1. Спустя немного времени царь послал одного старца, афинянина, принуждать иудеев отпустить, отступить от законов отеческих и не жить по законам Божьим. С тяжким принуждением водили их каждый месяц в день рождения царя на иудельские жертвы. А на праздники Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти в торжественном ходе в честь Диониса. В общем, если вы прочитаете Маковейские книги, вы больше узнаете об этом. Вот еще раз, само прозвище Эпифан в переводе обозначает «блистательный», но евреи его называли «эпиман», что означает «сумасшедший». Зевс — это греческое божество, а Юпитер — римское божество. Ну, это так, для справки. Записали? Двигаемся дальше. Значит, вот эти события, которые происходили при нем, были названы мерзостью запустения. И о них говорится в Данииле, 11 главе 31 стихе, 12 главе 11 стихе, и Матфея 24 глава 15 стих. Даниил 11.31, 12.11, Матфея 24.15. Давайте прочитаем, да? Места описания записали? Даниил 11.31 И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. 12.11 Со временем прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. 12.11 Итак, когда увидите мерзость запустения, речную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Значит, много алтарей строили в разных частях Иудеи. Об этом описывает Маковей в первой книге. Первая книга Маковея, 1 глава 47 и 54 стих. Я прочитаю этот отрывок. Ну, здесь по стиху просто указан, ну, вообще отрывок. Чтобы строили жертвенники храмы и капища идольские и приносили в жертву свины мясо и скотов нечистых и оставляли сыновей своих необрезанными и оскверняли души их всякую нечистоту и мерзостью для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. А если кто не сделает послову царя, да будет предан смерти. Согласно этому, писал он всему царству своему и поставил надзирателей над всеми народом и повелел городам иудейским приносить жертвы во всяком городе. И собрались немногие из народа, все, которые оставили закон и совершили зло в земле и заставили Израиля укрываться от всякого убежища его. В 15-й день Хаслева 145 года устроили на жертвенники мерзые запустения и в городах иудейских вокруг построили жертвенники. Также Самарианский храм тоже был посвящен Зевсу. Помните об этом Самарианском храме? Санавалат. На горе Газирим. Написано это во 2-м Маковее, 6-я глава, 2-й стих, 8-й стих и 7-й стих. 2-я Маковее, 6-я глава. А также оскоренить храм Юрусалимский и наименовать его храмом Юпитера Олимпийского, а храм в Горизине, так как обитатели того места пришельцы, храмом Юпитера, страноприимного. Нельзя было хранить ни субботы, ни соблюдать отеческих праздников, ни даже называться иудеем. С тяжким принуждением водили их каждый месяц в день рождения царя на идольские жертвы. А на праздники Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти в торжественном ходе в честь Диониса. Такое повеление вышло и соседним елинским городам по наушению Птоломея, чтобы они также действовали против иудеев и заставляли их приносить идольские жертвы. А не согласившихся переходить к елинским обычаям, убивали. Тогда там можно было видеть настоящее бедствие. Значит, что еще? Это то, что было таким еще более возмущающим конфликтом. Это то, что он начал вмешиваться в жизнь первосвященников. В 171 году умер Кония. И Антиох назначает Ясона. Ну, первосвященник. Умер первосвященник Кония. И Антиох назначает первосвященником Ясона. А вот этот Ясон, он начал еленизировать Иерусалим. И соорудил гимнастический комплекс возле храма. Давал жертвы на фестиваль Геркулеса в городе Тир. Интересно, знаете, такие происходили события, что запрещали евреям обрезаться. А тем, которые были обрезаны, если они хотели участвовать в этих всяких соревнованиях, в этих местных олимпиадах и так далее, то они даже наращивали крайнюю плоть. Был какой-то способ. Они наращивали крайнюю плоть для того, чтобы не выделяться среди всех. Даже такое существовало. Потом был назначен Алким или Иоким. Он был не из первосвященнического рода, но был также назначен в положение первосвященника. Давайте запишем последствия, которые были в результате всех этих дел и походов Антиоха. Во-первых, были уничтожены 40 тысяч евреев. Произошло то, что когда он был в египетском походе, то распространился слух о смерти царя. И это послужило к восстанию евреев. То есть, можете отметить, что пришла ложная весть о смерти, в результате чего евреи были очень радостны, и они восстали тут же. И вот когда Антиох вернулся из этого своего неудачного похода и услышал, что было восстание, он в результате обрушился на евреев еще с большей жестокостью и убивал просто тысячами, ни в чем не повинных людей. В конце концов, он просто предпринял разные зверские попытки для того, чтобы эллинизировать этот народ. И он просто вне закона объявил саму веру, то, что мы только что уже читали, изучение Торы, то есть все, что возможно было. В результате был осквернен храм Иерусалимский, то, что как раз говорили уже сегодня, что было поставлено. И это привело все к тому, что в конце концов, он ограбил этот храм, и он сжег многие города, начал убивать людей по субботам. Иудеизм — нелегальная религия, оскорбление закона и святых чувств евреев, переименование храма в честь Зевса, Олимпа и установление жертвоприношения ему, запрет обрезания и соблюдения субботы, запрет иметь писание и сожжение копии Торы, восстановление множества языческих алтарей. И в конце концов, вера евреев приходит как бы в мерзость запустения. Об этом пишется еще также в Данииле 9, глава 27 стих. И также Иосиф Лави в древностях, 12-я глава, 5-й, 4-й стих. 12-я книга, вернее, 5-я глава, 4-й стих. Вопрос? Да, пожалуйста. Знаете, когда мы говорим о пророчествах, пророчества имеют всегда значение на сегодняшний день. Ну, если это не пророчество, как бы просто к человеку какое-то, да, откровение там. Вот. Но пророчества библейские, они имели всегда значение на сегодняшний день или, возможно, на ближайшее время и также на будущее. Поэтому мы рассматриваем, когда, допустим, пророчество даже Ветхого Завета, мы видим, что это пророчество могло быть исполнено в ближайшие дни, потом через время оно также было актуальным, да, и потом оно имеет еще действие в каком-то далеком будущем. Оно исполняется в нескольких поколениях, которые получаются, да? То есть, например, тоже пророчество о запустении, да, мы можем соотнести к этому периоду, потом мы также его можем соотнести к разрушению второго храма, когда мера запустения тоже. Вот. Поэтому, ну, в принципе, мы его можем соотнести и также к определенным событиям, которые будут происходить в периоды, которые называются Великой Скорбью, если вы знаете, в последнее время, да? Вот. Поэтому, видите, они имеют определенный смысл в каждом этапе развития истории и актуальном. То есть, есть определенные какие-то периоды, которые повторяются, ну, с развитием дальнейшего плана Божьего. В результате всех его действий, да, начинается восстание, которое так называется, Маковейское восстание, в результате чего евреи одерживают победу, да, и приходит к правлению Хасмонейская династия. Хасмонейская династия. Она была в Израиле на протяжении 167-го года по 63-й. Ой, ну да, 167-й год до Рождества Христова и 63-й год по Рождеству Христова. Не-не, извините, 167-го года по 63-й год до Рождества Христова, да, сам запутался. 167-го по 63-й. Значит, ну, наверное, это вы могли бы сами, наверное, рассказать, да, события восстания. Они произвели в 167-м году. Называются «Восстание Матафия» священника Мадинского, да. И в Иудейской войне у Флавия мы можем это читать в первой книге, в первой главе, в третьем стихе. Значит, конкретно, что происходило? Отказ в жертвоприношении. Матафия убивает мечом отступника еврея и одного из начальствующих. Он предвозывает всех верных Богу и закону Божьему следовать за Ним. Помните эти события, да? Думаю, что в мессианской общине каждый год, наверное, это освящается, да? Возьмите микрофон, рассказывайте, да. Это нормально. Хорошо. В дом Матафии пришли два, можно так сказать, подчиненных царям для того, чтобы их заставить подчиниться закону это повинуйтесь. В Матафии просто уже в этот момент был эмоциональный всплеск, взрыв такой вот, ну, ревность такая. Он просто взял и убил одного чиновника, потом убил другого. И он говорил историю всего еврейского народа, начиная от Абрама, заканчивая последнего пророка. Вдохновляйте себя родом, историей рода, ну, вот то, что происходило, и поднимайтесь, потому что мы будем воевать не численностью, а силой Божьей, потому что неважно, сколько человек и множество, Бог не множеством берет, а веру, и они благодаря этому смогли набраться силы, помочь, они всегда побеждали, и всех вот эти вот воинов, которые собирались против них, они действительно побеждали очень сильно. Отец Матафия потом умер и взял главенство Иуда Маковей, его братья сделали лидером, и он был очень похожий на Иисуса Навина, на Давида, который побеждал. Ну много там историй, я так кратко рассказала. Хорошо, да, может кто-то еще хочет своими впечатлениями поделиться по этому поводу. Мне еще понравилось, как у Иуда Матафия наверное были как разведчики, вот, потому что он всегда знал намерения тех царей, царей Сирии, которые хотели приходить даже с миром, мы придем к вам, будет мир, он все равно понимал, что они врут, и он их все равно уничтожал, все равно побеждал. Как раз праздник произошел, праздник, который мы называем Ханука зажжение свечей. Они просили каждый год вспоминать этот праздник и праздновали зажигание свечей, каждый год праздновали, до сих пор Совершенно верно, да. Хорошо, спасибо. Ну что, перерыв, да? Спасибо. Спасибо.